104 километра автодороги Балакчитам-Чичел-Понатаку-Румду. Реконструкция этого участка северной дороги Иссыкуля была начата в ноябре прошлого года. Но будет ли она закончена к началу туристического сезона сейчас под большим вопросом. Было даже рекомендовано больше не вскрывать дорожное полотно. Неделю назад из-за недостаточного финансирования подрядчик Циндаоская корпорация дорог и мостов Лонгхай приостановила свои работы. Примерно тогда же стали известны результаты проверки проведенного тендера депутатской комиссии. Оказалось, у китайской компании не было лицензии на проведение профильных работ, а другие участники тендера предлагали отремонтировать тот же участок дороги дешевле на более чем 1 миллиард суммов. Вообще по закону должны были бюджеты рассмотреть эту сумму 7 миллиардов. И когда с бюджета выделяют, вот тогда только имеет право любое предприятие, любое министерство проводит тендер. А у нас такого не было, вот за это этот тендер получается незаконный. По проекту участок дороги должны были расширить до 15,5 метров с четырьмя полосами движения. По результатам выигранного тендера китайской компании бюджету бы это обошлось примерно в 7 миллиардов сомов. Было выделено уже около 200 миллионов. Минфин обещает выделить еще 500 миллионов. Но пока неизвестно, откуда их возьмут, если реконструкция дороги не была даже предусмотрена в бюджете. Сейчас строительство заморожено. Пока идут проверки, неясно, что будет с дорогой, а главное, кто продолжит работы. Китайская компания Лонг Хай не может подать в суд на кыргызское правительство, потому что сам тендер был проведен незаконно. Я думаю, министерство и правительство примут скорейшее решение по этому вопросу. Они могут методом прямого заключения договора передать право проведения работ другой компании-подрядчику. По словам главы Ассоциации независимых инженеров Таланта Садагбаева, если сейчас не решить вопрос с подрядчиком, судебный процесс очень даже возможен. За полгода китайская компания потратила, по его словам, уже около 6 миллионов долларов собственных средств. Сейчас подрядчик уже имеет право на штрафные санкции и возмещение потерянной выгоды. Если сейчас судебный процесс войдет, то, конечно, и весь проект завалится. И не факт, что мы выиграем или проиграем. Есть там взаимные предъявления, они не заканчивают срок, наши не финансируют. Вот, соответственно, и будут взаимные, так сказать, судебные процессы. У кого больше, кто же его знает. По словам Садагбаева, реконструкцию необходимо продолжить, не дожидаясь окончания уголовного дела. Закончить хотя бы участок дороги Там-Чи-Челпон-Ата, чтобы быть готовыми к приему гостей на вторые в Сибирные игры кочевников. И привести более-менее в порядок остальные участки развороченной дороги к курортному сезону. Как заявляет Минтранс, в ближайшее время финансирование будет продолжено. Но если нарушения подтвердятся, необходимо будет проводить новый тендер. А это станет возможным только к маю, когда депутаты внесут поправки в республиканский бюджет. Боуты Сайфа, Стамбекан Бекулу, НТС.